друзья привет это одиннадцатый выпуск мой публичный портфель проект географии инвестиции мы продолжаем покупать продавать активы и сегодня мы разберем то что произошло за месяц и посмотрим начало июня и так на моем брокерском счете в данный момент 362 с половиной тысячи рублей и пока мой портфель плюсует на 3,76 процента и так по доходности как мы видим май у нас прошел не в отрицательной немножко в положительной зоне то есть за мая мы практически ничего не заработали зато начало июня показала хороший рост и мы плюсуем аж более четырех процентов доходность за год составляет чуть больше 15 процентов и так на рынке сохраняется обычный тренд и все мои покупки это в длинную то есть только на рост я закрыл несколько позиций и одна из них это фас ли она показала плюс 10 процентов и я ее скинул на 56 долларов за акцию в данный момент она показывает 54 доллара 18 центов больше я скорее всего в эту компанию заходить не буду потому что я в ней провел более двух месяцев заходил еще по 70 с чем-то и потом я докупал и усреднял уже в районе 44 42 долларов за акцию следующая моя продажа в этом месяце это alter x она тоже показала небольшой плюс 10 процентов и я закрыл по ней позицию закрылся на 80 одном долларе в данный момент она показывает 82 доллара 28 центов тоже думаю в нее больше заходить уже не буду так как это акции роста а я в данный момент стараюсь покупать в портфель только дивидендные акции и так насчет дивидендов gilliat компания фарм закрыла реестр акционеров 11 июня у меня ее в портфеле сейчас три акции я купал еще на рассадках в данный момент у меня три акции доходность по дивидендам в gilliat один процент так что мы пока ее держим еще одна моя покупка уже после разделения мерк на мерки органом я докупил компанию мерк как раз перед закрытием реестра дивидендов покупал я его по 72 доллара 80 центов на данный момент компания у меня в портфеле плюсует более четырех процентов цель 79 80 долларов за акцию хотя большинство инвест домов дают по компании мерк прогноз в районе 100 долларов за акцию но я думаю до 100 долларов она не поднимется также когда на санкт-петербургской бирже начались торги компании органом это отдельная компания от мерк которая сейчас торгуется на спб бирже я докупил свой портфель три бумаги до купил ее как раз после начала торгов на четвертый день третья большая красная свечка но я думаю нащупали небольшое дно покупал по 29 долларов за акцию сейчас она торгуется на 69 центов выше цены покупки будем держать его я надеюсь на рост этой компании по дивидендам компания дивиденды не платит показателей по сути пока еще небольшие в общем по компании стратегия это 20 процентов и и продаю добавил я свой портфель две компании из китая это джей дико тоже показывает снижение и я ее докупил свой портфель по 71 доллару 15 центов ждем ну хотя бы 10 10 процентов взял всего одну акцию случае если она пойдет ниже то мы будем усреднять нашу позицию еще одна компания это вип-шоп это интернет-магазин в китае тоже показывает падение показывает падение с где-то апреля уже снизилась более 50 процентов я ее взял по 21 доллару 15 центов тоже ждем рост в 20 процентов и будем закрывать по ней позицию интераут тоже закрыла там реестр акционеров они платят дивиденды один раз в год дивидендная доходность очень низкая закрытие реестра было 34 июня на следующий день открылась с гэпом с дивидендным гэпом конечно вниз и я еще докупил по ней позицию ждем ее в район 5 рублей 50 копеек уверенный рост показывает тот нефть как обычка так и привилегированные акции закрытие реестра акционеров по тот нефти состоится 7 июля я думаю мы держим их до этого числа но если рост покажет по обычным акциям свыше 600 рублей а по привилегированным хотя бы 550 то я закрою позицию зафиксирую прибыль rus agro после долгого боковика все-таки показала рост даже достигла цели в тысячу рублей но не смогла за удержаться показав скорее всего было фиксация прибыли акционерами в итоге мы откатились 970 и сейчас мы опять поднялись отметки 992 рубля я думаю ближайшие недели закрепимся выше тысячи рублей за акцию пока ее держу закрытие реестр акционеров по рус agro скорее всего будет в сентябре нлмк в начале июня показывала худшую динамику показывала снижение но чем ближе закрытие реестра акционеров тема нлмк опять набирает обороты и подходит к своим максимумом в 280 рублей за акцию из новых компаний у меня в портфеле появился headhunter это интернет ресурс по поиску работы покупал его опять же под дивиденды закрытие дивидендов было 7 июня доходность одна целая 26 сотых процента или в сумме 46 центов за акцию пока я нацелен ее держать покупал я по 37 долларов за акцию цель выше 44 долларов за акцию после чего я скорее всего закрою по ней позицию еще один эмитент появился у меня в портфеле это хаттингтон это американская банковская группа показывала падение дошли мы до отметки 14 почти долларов за акцию компания платит дивиденды причем дивидендная доходность достаточно хорошая один процент по сумме это 15 центов на акцию закрытия реестра акционеров 15 июня у меня сейчас в портфеле 40 акций средняя 14 долларов 93 цента но акция пока минусует практически три процента компанию discovery также держим мы ждем от него роста как и от фасли и от альтер-экс компания тоже не платит дивиденды поэтому мы будем исключать ее из своего портфеля я полностью закрыл все позиции по фондам у меня был фонд от фенекса на золото и на эти компании фонды от тиньков на и пиво и на золото я полностью закрыл по ним позиции так как доходность по фондам очень низкая высокие проценты обслуживания за фонд и низкий заработок так что в ближайшее время заходить фонды мы не будем 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 торговать только акциями регулярно стараться пополнять свой брокерский счет и стремиться заработать свой миллион на инвестициях так как рынок сейчас все-таки находится в стадии роста и мы с каждым днем видим покорение все новых вершин поэтому пока я не выхожу полностью в кэш у меня остается немножко денег в кэше но это на тот случай если появится какая-нибудь бумага идея на покупку поэтому я держу немножко денег кэше остальное у меня сейчас вложено только в акции компании соединенных штатов россии и китая надеюсь что в ближайшее время коррекции не случится хотя волатильность на рынке возрастает но также и падают объемы на покупки и на продажи скорее всего это связано с тем что начинается сезон отпусков и большинство людей уезжают на отдых на моря отдыхать на этом сегодня все спасибо что досмотрели это видео до конца внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета подписывайтесь на канал ставьте лайки оставайте комментарии и не повторяйте за мной сделки потому что это не инвестиционные стратегии которые я рассказываю это мой личный портфель которым я управляю и я никого не призываю совершать те сделки которые совершаю я до новых встреч на проекте географии инвестиций всем пока